Парни, всем привет! Вы на канале Роман Гоу И сегодня, наконец-то, начинается мое автопутешествие Целый месяц я искал машину, ставил на учет, все регистрировал Спасибо всем за терпение Вы слышите шум моря А я все еще на берегу Японского моря Значит, это город Находка Именно отсюда я стартую Именно отсюда будет старт автопробега Официально считаться Кстати, почему город называется Находка Стало интересно, я посмотрел В 1859 году моряки русские, увидев неизвестную бухту Просто там закричали, обрадовались, офигели О, вот это Находка Все, и так называли Бухту Потом так называли Поселок И вот с 1950 года это уже город Находка Это уже пошла конкретика А давайте посмотрим, посмотрим Продолжительность нашего автопробега Насколько я понимаю, финиш Именно побережье Каспийского моря Также пляж, там бухты или что Я не знаю еще, что там будет Это город Дербент будет Республика Дагестан, город Дербент 6600 километров Это по прямой По прямой, поехали Итак Поиск маршрут построен 10128 километров Причем есть вариант за 10734 километра Интересно, это как 400 километров А, через Казахстан, наверное Блин, я с удовольствием поеду через Казахстан Если он будет открыт Но если он будет не открыт То тогда 10128 Ну, либо есть 10127 Не знаю, еще подумаем, решим Устроим голосование Значит, навигатор рассчитал Мой путь за 5,5 дней Но этого, конечно, делать я не буду Не знаю Вообще по времени Не знаю, сколько буду ехать Я буду стараться Максимально так как бы Все посмотреть Я хочу искупаться в каждой реке Которую я буду видеть Хочу забраться на каждую гору Которую буду видеть Хочу вам все это показать То есть никакой спешки вообще не будет Ну, я не знаю За сколько посмотрим За сколько я доберусь Но я думаю За лето точно За лето точно Мы все посмотрим Не все, конечно Но практически всю нашу страну Так что подписывайся на канал Чтобы ничего не пропустить Жми колокольчик Ставьте лайсевич И всегда лайком рад Ну и пишите Пишите в комментариях Свои мысли Свои вообще идеи Потому что Одна голова хорошо А много голов Сколько? Уже 45 тысяч голов Гораздо лучше Кто-то что-то подскажет Кто-то что-то там видел Кто-то что-то там знает И получится крутое путешествие Это берег Японского моря Бухта Лесная Город Находка И как ритуал Я хочу погрузиться в Японское море И уже отсюда отправиться на Каспийское Ребят зацените Вот какое местечко я тут нашел Здесь же на бухте Лесная То есть здесь буквально вот дорога до пляжа Пешочком пройтись одну минуту Но там даже когда плохая погода Куча народа С мангалами С шашлыками С песнями С плясками и так далее Слышно также здесь шум прибоя Кстати смотрите Вот затянуло небо Вот недавно буквально я купался Еще шорты не высохли Затянуло вообще Даже море не видно Хотя оно вот оно Прямо вот здесь спустится Вот здесь на этой площади Стрим проходил Приехал на гору сестра Вот пытаюсь забраться наверх Просто вот в такой глухой чаще Смотрите памятник коту Кота в 12-м году похоронили Ванек Даже болтики у него не заржавели Вот такая вот тропинка На сопку сестра Я уже представляю Как я спускаться отсюда буду Охренеть тут вообще Это я так понимаю Лайтовая версия Обзорной площадки Море чистое здесь Вот по такой дороге Приходится кататься Ну вроде нормально пока Аккуратненько Потихонечку Проверим Перед дорогой Салонный фильтр Как себя чувствуют Да Дела Салонник Надо тоже покупать Вот это видите гора Это вот я залазил на сестру А это брат Ее видите скастили То есть она срезанная И говорят после того как она скастили Для каких-то непонятных промышленных нужд Климат поменялся в находке Но это вот местные жители я слышал говорят Место называется Рица Вот это какое-то озерцо Оно там вот впадает Собственно в Японское море Ничего необычного Я вот проснулся В своем кейкаре Монтируя видео Я сижу в лесу Ребята В комментах под прошлым видео Очень много было вопросов Почему Мне достались номера 93 Какого там 193 региона Объясняю Значит весной этого года Я путешествовал по Краснодарскому краю Объездил там несколько городов Пожил там 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 Посмотрел как люди живут Посмотрел на города Походил там И решил прикупить там квартиру Собственно Ну и прописался там Как такового переезда У меня не было Что там Вот я там Контейнер какой-то Или что Вот мой рюкзак В принципе все Что у меня С собой было Вот собственно Я думал Если честно Никто не заметит Ну как бы не стал Объяснять Там ничего Спрашивали Отвечаю Как говорится Вот такая вот дорога На выезде из находки Здесь еще будут Ну ремонтники стоять Там реверсивное движение Когда в находку ехал Наверное 2 часа Потерял на этой пробке Сейчас хотел объехать Но там вообще жесть Дорога Там что-то все хуже и хуже И в итоге вернулся сюда Конечно не для кейкаров Такая дорога Пробка тут очень тугая Когда ехал в находку Казалось что больше пускают встречку Сейчас опять кажется Что больше пускают встречку Но тут серьезно Километров наверное 20 Разобрали дорогу Пробка просто Длиннющая Километровая Но работа вроде как Не очень кипит Господин губернатор Посмотрите как ваш народ страдает Трактора стоят Мы тоже стоим в пробке Столько километров Блин неужели как-то это Как-то поменьше Участок бы взяли Так замахнулись Блин и ничего особо И не делаете Вот грузовики тоже стоят Непонятно Ребята одно радует Вот таким дорогам Что ходовка Она просто здесь как мячик Я надеюсь Это самая жесткая пробка За 10 тысяч километров У меня на пути Потому что Куда еще жестче Там реально были такие Буйраки Где мне приходилось По диагонали проезжать Жестче уже просто некуда Для окея карточка моего Вон автобусы Вон скачут Едут Вот в одном из таких автобусов Я думаю И приехали мои номера Из Владика Вчера Хорошо что у меня колесики узенькие Тут уже походу Гудроновая дорога Вот сейчас мы проезжали Как-то там было мокренько Колесики узенькие И не должно кузов закидывать 145 ширина всего лишь Ну надеюсь Для ребят из находки Этим летом будет подарок Дорогу доделают Смотрите Красотища какая Вот смотрите Полицейские инспектора Стоят на Тойоте Краун Вообще просто Европейские ДПС Наверное завидуют им Это причем Маджеста какая-то Еще наверное 4-х литровая Но это просто Очень шик Деревня Под названием Душкино Будем поворачивать На Левадию И здесь я планирую Доехать до Анны То есть до самого конца Вот говорят Что это самые красивые места В окрестностях находки Зачем Пятилитровые машины Вообще нужны Вот смотрите 50 ограничений 40 50 40 Вот 60 Вот я ехал Сейчас ну Даже В районе находки Куда эти литры девать-то Так что Кейкар Это круто Когда вот у нас Можно будет По 150 км в час Ездить И когда дороги Будут позволять Тогда я на Кейкаре Вот видите 140 буду ездить А пока что Вообще Милое дело Моторчик От пылесоса Стоит Потихоньку Жижит Там Свои 5 литров Забирает На сотню Вот как мотоцикл Наверное ест Вот видите Мотоциклы проехали Я думаю Точно так Ну вот смотрите Кейкар Вот в горочку Поднимаемся Да 3000 оборотов Ну там был сорокульник Прямо На самой низине Пришлось скинуть Нормально На трешке В общем Ну вот Три с половиной Вот так вот Тут покруче Подъем стал Ну бензин Что-то здесь 92 50 рублей стоит Как-то не Камильфо Вот такой вот городок Это С пятиэтажками С такими вот Улочками Спокойными Здесь больше транзита Я думаю Камильфо между прочим левадия вот она весь этот отрезок это входит в состав города находки то есть отдаленный микрорайон такой хотя мы вон и по трассе сколько проехали ну конечно больше толкались спокойная обстановочка здесь это памятник природы бухта она какая-то стелла там на горе сходить туда да вода здесь такая изумрудного цвета даже сейчас море неспокойно и все видно все дно я наверное за всю жизнь за свою не видел столько морей сколько вот за последний год красная балтийская средиземная ну черная понятно вот японская 5 морей и шестое море каспийская еще предстоит увидеть я вот лежу и думаю так если посмотреть на мой канал такое ощущение что это какой-то трешовый знаете треш контент с этим софторынком там я надеюсь что сейчас будет только позитив только добро лавочка клевая конечно вообще попалась мне и никого нет вообще офигенно то есть на пляже там есть немного народу а здесь вообще пусто что пойду попробую здесь водичку вода если честно вообще ледяная а песок я здесь заметил что он круто золотистый такой кому-то золотистые частицы внутри вот их видно прямо четко вот прямо четко видно во владике есть например пляж стекляшка где там фишка пляжа это куча битого стекла вот бутылочные стекла но они морем сточены до такой степени что они не режут абсолютно и потом с пищевого склада подрезали масло взяли в доляшку прапорщика куда сам километров на этой машине вот здесь по Дальнему Востоку сейчас заехал на шиномонтажку, оказывается по 1,6 везде было, на спущенных колесах ездил, блин ё-моё, она еще меньше бензина что ли будет есть, я вообще просто в шоке а я думаю, что-то реально мягенько вообще по всем грунтовкам где ты к ней едешь, везде она прям глотает все, просто проглатывает ни одной этой кочечки там не чувствуется на стойке написано 2,3-2,4 перед-зад ну или зад-перед но это для 14-го диаметра у меня на тренажках, но так же 2,3 короче, качнул, сейчас посмотрим что будет, да, в сафари-парке я, конечно, не успел провалялся, блин, на пляже сегодня но ничего, я в другой, я возле Уссурийска хочу заехать, там вроде говорят даже покручивал ну что, сейчас тачка у меня ввенчивает в повороты в два раза лучше динамика, разгон в три раза лучше расход в пять раз меньше конечно, я немного преувеличил, но эффект есть, эффект есть вот видите, 23 километра на одном литре могу проехать до сих пор Музыка Газпол первый раз нажимаю Охренеть не успел Не успел В сильную горку Газпол нажимаешь Не успел Тут серпантин такой Вообще жесть Так сейчас еще раз Давай Давай Четыре косаря Сделал я тебя Нас не догонят Первый раз нажал газ в пол Ну что сказать Зажижала Зажижала Жижалка И все Одну видите Не успел обогнать Но вы знаете Мог Мог пойти Но не стал Вдруг там Инспектора И встречка Нафиг Лучше перестраховаться Нифига Он корову везет В таком кузовочке Она как там Не переживает Интересно Она ведь там Не пристегнутая Еще и стоя стоит Блин На тоненьких ножках Так ее качают Блин Вообще Долго интересно Она так уже едет Там еще и ветер Ее обдувает Это вообще Блин Испытание какое-то Ее пойди Еще и на убой Везут Блин Куда их возят Вообще Зачем ее везут Может купили На авито Только что Она посмотрела Сюда Пещера Спящая красавица Пещера Серебряная Арт-парк Штыковские пруды Как думаете Поехать? Ну до прудов Вот можно доехать 6 км В принципе Не так много Пора уже И ночлег Искать Вообще-то Фонарики Включили Красотища Бриллиантик Стоит Ждет Ждет команды Тишина такая Предлагаю Посмотреть Объявление На остановке Значит Продают Памятники Здесь По 15 тысяч Рублей Через Ватсап Требуются Значит Грузчики Разнорабочие Куплю Волосы Обязательно Почему-то Детские Еще раз Памятниками Выкуп Авто В любом Состоянии Требуется Продавец В магазин Продовольственных Товаров Продам Цыплят Один месяц 200 рублей Вывод 10 апреля Это Ну то есть В смысле Родились они День рождения 10 апреля Это кто они Козероги Да Получается Продам Цыплят Бройлеров 14 мая 10 июня Стоимость Суточных 100 рублей Далее 5 рублей Корма День По предоплате 90 рублей Тут короче Все серьезно Столько условий И дни рождения Все указано Пора мне где-то Уже здесь Найти место Для ночлега Я сейчас Поеду Поеду В сторону Вот этих Всех Достопримечательностей И где-то В лесочке Буду Угромное Местечко Искать Ну либо Либо Какое-то Место Для ночлега Нормальное Прикольно Тут плохая Дорога Мы как В Японии Рожъехались Мне показалось Что с этой Стороны лучше А ему Видимо Что сто И он Из-за Пару ворота Выезжает И мы Такие Хоп Ну и не стали Перестраиваться Я думал Я тут один Буду Замок Кто-то Вон еще едет Здесь какие-то Дачи Наверное Или еще что-то Еще вон Черный кот Дорогу Перешел Гаденыш Блин Что-то Реально Мне не нравится Такая дорога Я думал Тут такие знаки Были Коричневые Эти Современные Типа Тут Заповедники И так далее Я думал Здесь Ну прям Реально Нормальный Автобанчик Такой Там вроде Дальше Асфальт Или мне кажется Или это мост Только в асфальте Слышите Вон она Но здесь Тачку Страсса Не видно Кстати Зацените Фонари Подсветка Все работает Здесь Птицы Вон Птицы Летают Кузнечики Вон Какие-то Скачут Тут Реально Заповедник Природа Ну-ка Если интернет Ловит Остаюсь Здесь Ну да Нормально Две Три Палочки Актербист